Встреча с дружбой 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 поворотами, но хотим использовать тот момент, который нам послан историей, послан Богом для того, чтобы, возможно, этот момент использовать для борьбы и для нашей победы, безусловно, только так. Вы знаете, я вот часто себя ломлю на такой мысли, если вы заметили, все фантасты, писатели-фантасты, будь то наши, будь то западные, да, как бы то, что они писали еще 50 лет назад, сегодня так или иначе потихонечку начинает становиться явно. Вы заметили о том, что во многих романах и фильмах о будущем везде есть такое понятие, как некая диктатура. Любая диктатура, хоть между планетами, хоть между людьми, диктатура каких-то правителей. Вы рассматриваете в том, что в России так или иначе придет диктатура? Ну, безусловно, все идет в этом направлении. На самом деле, авторитарная форма власти, это тоже часть нашей правого мировоззрения, такая общего, общеправого мировоззрения часть. Здесь нужно понимать, что мир вообще, ну, в целом глобальный мир, безусловно, правильный. Мы это видим. И если говорить о фантастике и каких-то прозрениях и пророчествах, ну, я вам скажу о научной деятельности. Один из довольно выдающихся социологов и мыслителей 20-го, конца 20-го столетия, это Петерин Сорокин. Петерину Сорокину задавали вопрос в конце его жизни, вот, как вы думаете, какое-то вот будущее, вот, демократически строить. Он говорит, я не вижу демократического строя в будущем. Я вижу в будущем какую-то совершенно принципиально другую систему управления, которая будет намного более авторитарной, кстати говоря. Он тоже, он тоже об этом говорит. Просто как пример, это, по сути, и пророческое, и, наверное, научно выверенное утверждение Петерина Сорокина. Так что я думаю, что пришло время, наше время, тем более, все ближе и ближе, безусловно, правое мировоззрение, оно захватывает пространство и сознание нашего народа, и вообще масса, и правительство, и элиты, и так далее. И наша задача сейчас этим воспользоваться, максимально это использовать в наших интересах, потому что если мы сейчас отстранимся, уйдем в сторонку, опять, мы тем самым просто заходим сюда снова в угол. Мы скажем, а там ничего не получится. Нет, давайте пробовать. Давайте пробовать. Тот, кто пробует, тот и победит. Хорошо. Мы поблагодарим Георгия Буэллова еще раз. По праву. Это наше правое рукопожатие с нашими другими. Он поблагодарит за интервью. Он всегда с удовольствием идет нам на встречу, дает интервью. Я думаю, что мы еще не расстретимся и обсудим все, что будет. Обязательно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok